МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите первый Волгоградский канал. Это телепроект Дом Дружбы. Мы расскажем о культуре и самобытности, истории костюма и кухни, а также больших совместных проектах, направленных на укрепление мира и согласия народов, проживающих в Волгограде. Сегодня в программе. Колонна Дружбы. Национальные общины Волгограда отправились в Севастополь с гуманитарной помощью. Волгоград наш общий дом. Наводить порядок на улицах города с наступлением весны вышли все национальные диаспоры. Любовь, не знающая о национальности. Наш рассказ о творческой, дружной, интернациональной семье. В Волгоградской области проживает около ста народов и национальностей. Пятую часть по численности населения составляют армяне. В нашем регионе живет 25 тысяч армян. Из них 15 тысяч в самом Волгограде. Многие армянские семьи переехали сюда в конце 80-х, после землетрясения в Спитаке. И с тех пор Волгоград стал для них общим любимым домом. А многие армяне родились в Волгограде и много лет живут и трудятся на благо и развитие нашего города. Неважно, как эти семьи появились на Волгоградской земле, важно то, что они чтут и уважают российские традиции, и при этом сохраняют свою культурную самобытность. Об одной из таких ярких, творческих и очень интересных армянских семей наш следующий рассказ. Пожалуй, нет такого человека в Волгограде, который хотя бы раз не слышал бы имя Армена Аганесяна. Этот общественник защищает права автомобилистов, борется за состояние и качество городских дорог. У меня четкая позиция по наведению порядка. Данная акция, которую спланировали и провели против меня, она меня только укрепила. Я буду с удовольной силой продолжать свое дело, наводить порядок как на дорогах, так и в основных сферах. Строгий и справедливый на работе в быту Армена Аганесян, любящий муж и обожаемый папа десятилетней дочери, оплот и гордость семьи. Замужественной внешностью, чуткий, добрый, неравнодушный к чужому горе человек. Армена Аганесян родился в столице и крупнейшем городе Армении, Хереване. Папа инженер, мама врач. Там же окончил школу, получил высшее образование, занимался частным бизнесом. После распада СССР в 95-м году приехал в Волгоград. Почему Волгоград? Дело в том, что мой брат уже несколько лет жил в Волгограде, и я как бы приехал к нему. И я считаю, что вот этот мой шаг предопределил дальнейшую мою судьбу. Здесь же в скором времени встретил свою будущую половинку. Елена Коренная Волгоградка. С отличием окончила строительный университет по специальности финансы и кредит. В то время девушка работала в магазине стройматериалов, помогала покупателям выбрать нужный товар. История знакомства очень банальная. Наша организация ремонтировала для себя офис в научном городке. И поскольку нам необходимы были новые образцы материалов для ремонта, в середине 90-х годов единственный магазин, и самый серьезный магазин, это был магазин «Раш». Я работала на кассе, но мне очень трудно было усидеть на кассе, потому что все время хотелось общения, вообще человек подвижный. И если я видела, что приходили покупатели, а, скажем, продавец был уже занят, ну, я вот выскакивала с кассы и как бы помогала обслуживать, показывала там все. Ну, вот в этот момент как раз Армен пришел за очередной партией стройматериалов. Я очень удачно пришел покупать стройматериалы. Да. И как раз был занят продавец, и я решила помочь ему в выборе светильников. Знакомство переросло в крепкую дружбу. А через некоторое время молодые люди решили узаконить свои отношения. На Кавказе есть своя национальная традиция, обычай. Она русская по национальности. Коренная Волгоградская, Сталинградская и предки Сталинграда. И вот различия в традициях, да, они очень существенные. Нам надо было притереться в этом плане, потому что очень многие вопросы, которые, скажем, в российской традиции, принято считают нормальным, ну, на Кавказе считается не совсем правильно, не совсем кладутся в норму. То же самое наоборот. И поэтому мы очень долго терлись в этом вопросе, чтобы найти общий знаменатель. Ну, и в итоге поняли, что, ну, все зависит от нас. Через год у пары родилась дочь Велина. Сейчас девочке 10 лет. Она посещает гимназию и школу искусств. Поет в хоре, танцует, играет на скрипке. Неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах. Хорбит песка, стыка на ручьих концов, Синим звездом, на рамках и трудах. Серый, зай, черный, снижая весной, В темном лесу старожек дешевле. Ты петь в песне счастливое пела, Ты навсегда мое сердце согрела. Мило я, мило я, мило я. Мама Елена – человек тоже творческий. Она чемпион мира по восточным танцам, победительница многих городских и международных конкурсов, судья второй категории. Все время очень хотелось. Вот слышу музыку, все время тянула. Танцевать, танцевать, танцевать. Армен и Елена вместе уже 12 лет. Любовь, уважение и взаимопонимание – вот залог крепкой семьи. Любая семья, она имеет право на существование, и она хорошая, добрая, порядочная семья, когда и взаимопонимание, взаимоуважение, любовь. И надо понимать, что нельзя говорить, что я хозяин, как скажу, так и сделаешь. В семье обе половинки равны. И да, жена имеет свое место, муж свое место в семье, но все должно быть в консенсусе. Я считаю себя счастливым в браке, я считаю, что меня Бог наградил. Русско-армянская семья Аганисян помнит и чтит традиции обоих народов. Папа с удовольствием читает русскую литературу. Мама научилась готовить армянские национальные блюда. Даже лучше, чем коренные армянки, смеется муж. Армен Карленович из всех блюд предпочитает борщ, но у плиты стоит редко. Сегодня для программы «Дом дружбы» он сделал исключение и приготовил блинчики по-армянски с мясной начинкой. Мясо с форелей через мясорубку провели, сделали листы, блинчики, листы делаются элементарно. Молоко, мука, и потом вот на круглой сковородке ее готовят. Фарш традиционный, в фарш ничего не добавляется, в фарш только мясо, зелень, молотый и все. А вообще традиционные блюда армянской кухни? Традиционных, очень много традиционных блюд. Есть и первые блюда, босбаш, допустим. Есть летний, есть колонак. Колонак – это типа фрикателек в армянском исполнении. Ну, про долму я не говорю, я думаю, что долму все знают. Есть пасуц долма. Пасуц долма – это такая долма, которая, ну, она без мяса. В современном обществе интернациональные семьи давно не редкость. Люди встречаются, влюбляются, создают ячейку общества, независимо от национальности и вероисповедания. Ведь для настоящей любви нет преград, границ, расстояний, так же, как нет возраста. Если люди любят друг друга, какая разница, какой они веры и национальности? Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Могучая воля, великая слава Твою, Достояние на все времена. Славься Отечества! Наша свободная! Правских народов союз вековой, Прекамерная, мудрость народная, Славься, страна, мы гордимся. Ура, Россия!